Фейерверки, петарды, бенгальские огни и салюты. Сегодня выбор пиротехнических изделий огромен, на любой вкус и кошелек. Однако не все продавцы выкладывают на прилавок только сертифицированный и проверенный на безопасность товар. Именно поэтому на протяжении всего месяца сотрудники правоохранительных органов проводят рейдовые мероприятия, выявляя нарушителей и некачественную продукцию. Однако в ходе рейда выяснилось, что покупатели зачастую сами не интересуются, есть ли у продавца лицензия и сертификаты на приобретаемый товар, тем самым пренебрегая своей безопасностью и здоровьем близких. Очень многим даже говоришь, когда покупаешь инструкцию, они даже ее не открывают очень многие. То есть в любом случае говорим, что нужно их обязательно закреплять, потому что очень многих переворачиваются они. То есть объясняем правила пользования, потому что очень многие этим игнорируют, то есть не хотят даже слушать, мы знаем все. Незнание принципа действия салюта или фейерверка, а также нежелание в нем разобраться, неоднократно влили за собой травмы глаз и конечностей. Поэтому второй целью организаторов рейда стало информирование горожан о том, как правильно пользоваться пиротехникой. Реакция людей была разной. Кто-то, ссылаясь на срочные дела, игнорировал волонтеров, другие, остановившись, внимательно слушали и изучали памятки. Стоит напомнить, что приобрести качественную и заводского изготовления пиротехнические изделия можно только в специализированных магазинах и специализированных отделах магазина. Приобретая пиротехнику с рук, понятно, что продавец не дает никаких гарантий безопасности и, соответственно, покупатель рискует получить некачественные изделия и последствия травмы. Используя пиротехнику, обязательно надо прочесть инструкцию по ее применению. Напоминаем, что любое пиротехническое изделие имеет свою специфику использования и в соответствии с этим свои правила применения. Хорошо, если любитель разноцветных искр умеет правильно обращаться с пиротехникой разных мастей и сложностей. Гораздо печальнее, когда горе-запускатель салютов, бравируя перед своими гостями и детьми и не изучая инструкцию, получает в итоге травмы и ожоги. Как правило, это граждане в нетрезвом состоянии, плохо оценивающие ситуацию и степень опасности, которые может за собой повлечь безобидный, на первый взгляд, салют. Поэтому, чтобы новогодние праздники не обернулись трагедией, соблюдайте меры предосторожности и тогда Новый год действительно запомнится, в том числе и острыми ощущениями.